здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем жилет девчонки вы просили побольше жилета вяжем очередной жилет феноменальные девчонки на мой взгляд нужна одна единственная мерка все никаких расчетов элементарно вообще шикарно поэтому девчонки вяжем я вижу на девочку трех лет у меня вот такое вот такая вот пряжа шерсть мохер акрил в 50 граммах 139 метров вот тут пока я все у меня 4 матка но я не уверена что они предполагаю что уйдет 3 матка такая же мерка нам понадобится это обхват всего изделия вернее обхват бедер по сути или если вы хотите кого свечи свободную померите изделия которые предполагаемые ширины которые вам вы хотите получить вот для начала все для всех размеров вязание мы начинаем из 3 петель набираем 3 петли я как обычно делаю узелок и вяжем лицевыми петлями последнюю кромочную тоже вяжу лицевой петлей первый ряд и начиная со второго ряда в начале каждого мы будем добавлять петлю из протяжки вот так вот мы поднимаем снизу одеваем на петлю на левую спицу и провязываем лицевой вот таким вот образом вяжем до конца ряда то есть в каждом ряду мы будем добавлять одну петлю снова первую снимаем снизу поднимаем нить вяжем до конца ряда и так далее таким образом продолжаем наше вязание добавляя к начале каждого ряда q 1 петли такой вот уголочек будет смотрите расширяться и вот образом сейчас мы находимся вот в этом месте вот в этом месте мы находимся продолжаем вот смотрите вот сейчас мы находимся на в этом месте сейчас мы должны задействовать вот эту единственную нашу мерку вот видите этот уголок я связала то есть по сути это у нас полочка да мне 16 сантиметров то есть ширина изделия будет 32 сантиметра мой уголок вот по сути две полочки одна уже связана эту мы вяжем на эту вяжем полностью одинаково теперь когда сторона у нас достигла 1 4 обхвата бедер либо 1 2 ширины изделия мы теперь вяжем таким вот образом в начале рядом мы продолжаем добавлять одну петлю в конце ряда мы будем провязывать 2 вместе перед кромочной для того чтобы получить такое косое полотно вот две петли вместе и кромочную здесь мы уже провязываем изнаночной вот она видите кромочная изнаночная и здесь у нас идут сокращения и вот по сути мы сейчас будем вязать вот такой вот косой полотно изнаночный ряд мы прям провязываем лицевыми петлями таки и кромочная лицевой и снова здесь еще здесь мы будем делать петелечки для пуговичек кромочная добавляю и петельки будем делать это уже на ваше усмотрение у вас сначала одну часть вы свяжете без петелек и рассчитаете уже по этой части нахождение ваших как бы дырочек я провязываю одну петлю делаю накид провязываю 2 вместе вот это и будут мои такие маленькие петелечки их я буду делать там через шесть или через четыре ряда еще подумаем вот и так вот продолжаем здесь мы добавляем здесь мы убавляем еще про делаем так мои хорошие вот смотрите видите я провязала теперь внимание 2 мерка ориентировочная для вас то есть для вашего размера здесь и измерять не буду нет смысла вот видите я провязала от угла вверх здесь я сделала дырочки дырочки я делала через пять рядов в каждом шестом ряду от киот маленькие для бусинок еще я сделаю потом через два ряда еще одну дырочку последним по сути две детали у меня одинаковые но так как здесь платочная вязка поэтому можем их их применить как бы сейчас мы будем переходить на другой узор и теперь у нас нам нужно следить левая правая как далее вяжем таким вот образом теперь я уже не буду добавлять не сокращать ничего один ряд я провязываю лицевыми петлями эту полочку мы начинаем вязать узор с этого ряда здесь я ряд провязываю как бы возвращаюсь туда потому что узор мы будем начинать вязать с изнаночного ряда а здесь мы начинаем отсюда вязать узор здесь мы начинали отсюда из вершины вот это если вы будете вязать здесь мы сначала закроем вот эту пройму провяжем лицевой ряд и возвращаемся уже с узором который я сейчас вам буду показывать здесь же наоборот мы провязываем лицевой ряд потом закрываем петли проймы и уже вяжем узор это для того чтобы была левая правая полочка вот именно с этим узором так довязывая я до конца здесь уже снова я перехожу на лицевую кромочную провязала ряд до конца теперь мы делаем вот этот подрез закрываю опять нет 66 девчонки пересчитала все-таки 6 у меня для проймы сейчас я вам измеряем то три сантиметра вот так как у меня детский размер смотрите по себе как вы хотите глубже пройму меньше пройму это зависит от ваших предпочтений то есть от 3 до 5 сантиметров я думаю будет достаточно вот если мы начинаем с детского до взрослого 5 сантиметров так вот и хватит хотя можно и 10 сделать вот такую глубокую пройму тогда вот эта часть будет уже на плечико будет плечо не будет так спущена так далее девчонки вяжу 6 петель лицевыми петлями вместе с кромочной 2 4 5 6 далее перехожу на основной узор основной узор у меня кратен четырем петлям поэтому не выходит здесь по 6 петель чтобы равномерное количество нам нужно здесь и здесь на планку при этом чтобы посредине у нас было число петель кратная четырем для узора теперь сам узор поэтому у меня в моем случае это по 6 петель я за 1 петлю вывязываем 3 и далее 3 петли вместе лицевой снова вывязываем 3 петли и далее 3 петли вместе лицевой фут продолжаем так почти до конца ряда пока у нас не останется здесь 6 петель в конце так вот остается 6 петель я их провязываю лицевыми здесь уже все кромочные я вяжу лицевыми петлями в лицевом ряду у меня кромочная я сделаю последнюю петлю в последующем у нас далее у нас все будет здесь 5 лицевых просто петель а я делаю дырочку не петлю а дырочку раз два три 4 5 6 далее это у нас просто будет платочная вязка средние петли петли узора я вижу изнаночными и в конце вижу 6 лицевых петель следующий ряд с узором у нас крайне петли у нас не без изменения 6 петель лицевыми далее сам узор смотрите где мы из петли вывязывали 3 теперь мы их провязываем вместе там где мы вывязывали 3 провязывали вместе делаем три петли из одной и так далее то есть мы шахматном порядке меняем добавление и провязывание 3 петель вместе вот он увидите вот она так далее вот весь наш узор очень простой наш узор шишечки вот так вот он потом по итогу выглядит его плюс в том что он довольно свободен и потом он хорошо ложится как бы формирует плечо жилетки я пробовала другие узоры не нравится мне вот сейчас мы вяжем эту часть далее продолжим сейчас на данном этапе у вас должно быть две полностью симметричные детали то есть первую я вам не показывала показывала со второй ну понятное дело что первую вяжите точно также только единственное чтобы у вас здесь было совпадали к себе вот они эти детали вот таком вот виде теперь вот так они должны к себе фото на полочка я я вам не сказала девчонки когда вот была на этом этапе я вам не сказала по поводу длины вот эта точка у нас отсюда и то есть мы определяем подмышки до нужной нам длины вот эту часть на косую вяжем на то есть меряем по себе либо по ребенку от подмышки до низу либо вот здесь вот эта горловина верхняя точка и до низу плюс соответственно но горловина на своем месте да так вот это будет выглядеть готова вот он теперь мы будем его соединять как мы будем соединять вот они обе детали на спицах для начала на этой спицы видите закончила я рядом с узором и теперь буду переходить снова на платочную вязку здесь я забираю теперь которые здесь закрыла есть петель 1 теперь вяжу лица петлями все сейчас вяжу лицевыми петлями так завязывая до конца ряда кромочную оставляю теперь перехожу на вторую деталь здесь вот эту некий обрезаю первые детали так нить я привязываю вот этот потом я ее продену теперь вот эту кромочную которую я пересняла возвращаю на левую спицу и провязываю кромочной из этой детали вот то есть две кромочные я провязала как одну петлю две вместе и вяжу лицевыми петлями до конца второй детали так восстанавливаем мы выбираем здесь 6 петель тоже теперь соединили мы обе детали теперь поговорим вернее я опять же забыла сказать об этой части вот сколько вязать вот это ровное полотно ровное полотно она у она у нас видите она идет наперед половина и половина на спинку то есть вы определяете это отверстие на рукав либо просто элементарно вот учитывая то что это в половины вот так вот прикидывайте на себя если этот рукав вам нравится как он лег на вас то это достаточно то есть можно сделать эту пройму длине и вот таким вот образом тоже будет очень красиво либо короче это уже на ваше усмотрение если женский жилет вот на мой взгляд я бы ее сделал вот такую такую по длине и она бы симпатичнее смотрелось так как я вижу на ребенка я это делаю вот таким вот образом покороче ребенок маленький потому что я не хочу в глубокий вырез соответственно если делать пройму длиннее углубиться вырез а я этого нюанса не хочу на двухлетнего ребенка ориентировочно 24 ряда я провязала то есть здесь у меня 12 и 24 сантиметра теперь девчонки этот ряд я вяжу лицевыми петлями до конца вот довязала я ряд до конца и теперь девчонки теперь мы будем присоединять присоединять таким вот образом вот эти вот кромочные которые мы вязали изнаночной из каждой кромочной мы будем вывязывать по одной петли таким вот образом теперь лицевом ряду мы по центру будем закрывать и эта петля потом включается в работу то есть каждый с обеих сторон мы будем соединять наши полочки то есть изделие у нас совершенно без швов продолжаем вязать лицевыми петлями при этом с обеих сторон довязав до конца ряда мы присоединяем еще мы в лицевом ряду будем делать по центру сокращения то есть по сторонам у нас будет добавляться в одной петле в каждом ряду а по центру мы через один ряд в каждом лицевом ряду будем провязывать по 3 петли то есть те две петли которые мы добавили за два ряда в одном ряду мы уберем то есть в любом случае у нас остается то же количество петель которые у нас было сейчас я довязываю до центра ведущая у нас будет та петля которая у нас из двух кромочных образовалась которую мы провязали 2 вместе где она вот она то есть сейчас она посредине 1 петля отсюда 1 отсюда провязываем 3 вместе можно конечно их поменять местами но у платочной вязки это не так ярко выражено поэтому нам ведущая как бы петля не нужно чтобы у нас косичка шла по всему изделию вот так и продолжаем в лицевом ряду ориентируемся по шишечкам мы делаем три вместе и в каждом ряду мы присоединяем изделие к боковым боковушкам вывязывала я одну петлю из кромочной полочки дополнительную петлю так довязывая до конца и теперь отсюда вот из последней кромочной я вывязываю одну петлю вот таким образом у нас соединяются детали одно цельное вязание вот она таким вот образом вот здесь мы будем убавлять здесь добавлять из боковых по одной петли и заканчиваем вот здесь когда у нас закончится все кромочные вот смотрите девчонки продвинулась я по вот этим местам самый низ пока у меня не закончили здесь кромочные петли вот видите вот такое теперь мне как бы нужно по идее довязать вот эти углы с которых я начинала но теперь я их буду вязать 2 одновременно одновременно в начале мы добавляли для вырезать для вывязывания этого угла а здесь мы будем сокращать так первый изнаночный ряд я еще провяжу без изменений в лицевом ряду мы будем делать убавления а изнаночные просто провязываем лицевыми кромочные при этом снова мы вяжем с обеих сторон лицевыми петлями пока вижу вам скажу так девчонки первое что хочу сказать пожалуйста я буду просить в каждом видео смотрите целое видео до конца пусть немного расшевелиться канал я думаю это не сложно для вас мне очень приятно поэтому такая вот первая просьба моя вторая просьба вернее вопрос с рукавами попробовать если если вам интересно вот эта модель с рукавами в качестве кофточки пиджачка ну как-то так и еще никто не пробовал это конечно же я сперла у турецких рукодельниц ну модифицировала немного по-своему вот а еще у меня как бы как вариант еще с рукавами попробовать сделать эту штуку тоже как бы без швов либо со швами как вам удобнее вязать ну вот вы скажете пожалуйста свое мнение и потому как как вы отреагируете я я решу буду ли я вязать еще или вам достаточно жилета вот либо мы попробуем еще все-таки кофточку связать так довязывая до конца ряда что еще хочу сказать что сейчас у меня буквально за месяц я их сделаю и кофточку с регланом сверху и хочу снизу связать с регланом как бы сделать для вас стандартный расчет петель чтобы так как вы просили вот так и теперь лицевой ряд вроде бы все что хотела сказать я вам сказала теперь сокращать будем точно так же как добавлять то только больше раз после кромочной вяжем 2 вместе и передвигаемся до центра тогда приближает к центру где у нас были вот эти сокращения я при вместе провязываю как и провязывала видите то есть здесь я сокращаю в центре 3 петли и 2 петли провязывая 3 вместе здесь сокращаю одну петлю вот по сути он один наш треугольник и 2 треугольный который я довязываю до конца 1 петля вот здесь сокращена и 1 будет сокращена в конце вот и все вся наука и мы вяжем до того момента пока у нас на спицах практически ничего не останется довязываем вот когда остается три петли 2 провязываю вместе последнюю провязываю лицевой кромочную все девчонки и теперь мы продолжаем следующий раз дарят я вижу без изменений в лицевом ряду я делаю сокращение у нас полотно сойдется вот в этой точке она все сократится сойдется так мои хорошие вот смотрите видите где мы сейчас находимся она сейчас станет на место это вытянуто потому что мир вязалась знаете платочная вязка имеет свойство растягиваться сейчас она со временем все у ляжется значит если для тех кто не понял вязание у меня шло от угла вот так вот тын-тын-тын-тын-тын пока все петли не сократились и вот сейчас у меня как бы финальный завершающий этап где у меня кромочная 3 я провязываю вместе и кромочная и в изнаночном ряду я просто провязываю 3 вместе на этом все вот такой вот жилет девчонки крючком сейчас по затягиваю все хвосты спицы мне больше не нужны я сейчас сейчас она все здесь установлю установки точно так же я сделал со всеми хвостиками по продеваю не буду терять ваше время вот так вот выглядит этот жилет девчонки сейчас еще я пришью пуговицы то есть мы поняли нам нужен по сути нужен обхват бедер вот эта мерка которую мы делим на четыре части и вот по этой половине 1 4 мы ориентируемся и вяжем далее так ниточки я затянул сейчас еще мне интересно сколько вы еще будете видеть мои бусины в кадре пока я их все не использую вот смотрите снова мои бусины в кадре которых я тогда у окта оптом накупила я их сейчас вот эти диаметром один сантиметр я их использую как пуговички и пришлюсь я сама уже смеюсь я уже правда не знаю как извращаться и куда их приспособить ну пока пока мне это удается значит сейчас я беру просто напротив этих дырочек пришиваю бусинки как пуговички все-таки это жилет для девочки пусть будет веселенький с бусинами правильно я говорю девчонки как вы думаете еще по затягиваю все сейчас одну прищу вам покажу как я бусину обработаю для использования пуговицей она немного приукрасит этот жилет он будет более праздничные нарядные с бусинками хотя можно пришить любые пуговички и все единственный недостаток на мой взгляд этого жилета вот этот вырез сзади тут ну вот ну никак не придумаешь так чтобы сделать так чтобы сделать его медь возможно и придумаешь но пока мою головушку это решение не пришло возможно она придет у меня обычно так и бывает да еще вот возможно придет эта гениальная идея и я вам сниму еще один мастер-класс вот чтобы как-то придумать сделать вот именно вот так вот горловинку но пока ее нет девчонки будем ждать так вот пришила я пару стежками теперь как пугович куда обмотаем для крепости и на изнаночке сделаю узелок вот таким вот образом пищу все бусины пуговки затянув все торчащие нитки и покажу вам готовый результат и вот результат мои золотые по моему смотрите по вам такая симпатюлечка на мой взгляд на мой взгляд симпатюречка жилеточка вот такая она получается со спустим спущенный рукавчик получается у этих турецких мастериц они вяжут без подреза но мне кажется это не очень правильно потому что получается потом если вот так вот до маленький вход в рукав и рукав спущенный плечик это здесь вот получается я так думаю что так лучше это чисто мое мнение на ваш единственный недостаток на мой взгляд все-таки вот это вот горловина дать безростка пока вот так вот ваш возможно что-то моей гола голове родится но очень удобный способ для вязания на любой размер для тех кто не умеет рассчитать не тут самое важное что здесь не нужно даже плотность вязания рассчитывать тут уже вы по ходу по этой мерке меряете по ходу вязание что очень удобно на мой взгляд кто не любит заморачиваться с этими плотностями совсем смело вяжите я думаю вам понравится да не думаю я я уверена девчонки что вам понравится ну а на сегодня все и с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока